всем привет продолжаю смотреть картины известных художников иногда и неизвестных сегодня хочу познакомить вас с картинами giovanni baldini итальянский живописец один из лучших портретистов конца 19 начала двадцатого века родился феррари 1842 году был восьмым сыном из 13 детей сын художника в 1862 году в 20-летнем возрасте отправился во флоренцию на шесть лет учился во флорентийской академии художеств самих ранних лет проявил себя как талантливый художник портретист и во время поездки в лондон 1869 году получил признание многочисленных комиссий как я уже сказал он работал в лондоне где получил известность как портретист с 1872 года поселился в париже стал выставлять свои работы в салоне быстро завоевал популярность известность парижских художественных кругах дружил с эдгаром дега джоном саджентом полем или дега как-то сказал вы месье чудовищно талантливый публичный дебют состоялся на салоне марса с его смелым главным стилем живописи вскоре оказался чрезвычайно популярным он начал рисовать портреты быстро приобрел репутации благодаря своим ослепительным элегантным изображением модных женщин выполненных этими смелыми плавными мазками я цитирую википедию стал модным художником портретистом в париже в конце 19 век оставил портреты многих заметных фигур прекрасной эпохи было одним из наиболее известных и хорошо оплачиваемых портретистов своего времени 1897 году провел персональную выставку в нью-йорке доставился гран-при на всемирных выставках в париже участвовал в венецианском биеннале 1895 903 905 и 1912 годах кстати в городе он родился феррари расположен музей бальдини главное в портретах это восторженное состояние женской души прямо здесь и сейчас распахнутой навстречу любви на вернисажах стоя у этих портретов мужчины изнемогали от восторга и желания а женщины в досаде покусывали губки именно он джованни бальдини сто лет назад запустил в европу модное поветрие чтобы достичь жизни главного а именно быть желанной и роскошность женщины женщина должна быть изящной грациозной как пантера как кошка как змея она должна иметь рост выше среднего тонкую лодыжку небольшую грудь и не иметь нигде никаких архитектурных излишеств за несколько лет до своей кончины постаревший джованни бальдини уже ничего не писал однако его картины популярности не теряли в 1929 году когда художнику было восемьдесят шесть лет о нем заговорили даже те кто был далек от искусства старик женился журналистка эмилия кардоне было на пятьдесят шесть лет младше своего избранника обалдеть ради балдини женщина развелась с мужем на свадебную церемонию балдини сказал это не моя вина что я такой старый но это случилось со мной и случилось все сразу балдини не стало через два года после заключения брак гертруда стайн американская писательница теоретик литературы как написано в википедии писала когда жизнь оставит все по своим местам балдини будет признан величайшим художником прошлого века все новые школы родились от него так как он первый применил упрощенные линии плоскости буквально ошарашенный работами бальдини поэт валерий брюсов 1912 году писал три женщины белая черная алая стоят моей жизни зачем и когда вы вторглись в мечту мою разве не мало я любовь ослаблял молодые годы в заключение надо сказать что бальдини и при жизни был бешеным модным но после смерти стал еще моднее все его полотна раскуплены частными коллекциями и стоят миллионы умер бальдини 12 января 31 года в париже умер в почестях богатстве глубоким стариком ну вот наверное все что я нашел в википедии о замечательном итальянском живописце джованны бальдини одним из лучших портретистов конца девятнадцатого начала двадцатого века смотрим картины пока пока до свидания и